Помните, я на днях писала, что из всех щелей повылазили инсайдеры, которые авторитетно заявляют, что гаврики не поедут в Британию на празднование Рождества потому что. И дальше по списку, их не позвали, их позвали, но они такие занятые, что не смогу приехать и так далее. В общем, все с этого дружно посмеялись. Но вы думали, что на этом все. Появился третий инсайдер, который рассказал свою историю отказа Сасекских от поездки домой. Гарри и Меган отказались лететь в Британию на празднование Рождества, так как не хотят привлекать внимание СМИ к семье. Рождество – это семейный праздник, который все хотят провести в кругу самых родных и близких. Но если герцог и герцогиня Сасекские прилетят в Великобританию, то за ними по пятам будут следовать папарацци, заявил информатор. Также инсайдер отметил, что сейчас королеве вовсе не хочется, чтобы за ней и ее семьей наблюдал зоркий глаз камер, а журналисты бегали туда-сюда в поисках сенсаций. Тут слегка обалдела даже я. Не, ну я знала, конечно, что гаврики слишком высокого о себе мнения, что чтобы настолько. То есть они действительно свято верят в то, что их союз стал таким популярным на родине принца. Хотя доля истины в словах этого инсайдера все же есть. За Сасекскими действительно бы все ходили с камерами. Только вот не журналисты и папарацци, а операторы Нетфликса, которые бы снимали каждый шаг пары. А потом все бы любовались новой кинолентой. И тут к Нетфликсу вообще нет никаких вопросов. Сервис зарабатывает деньги на контенте, а семейные неурядицы их не волнуют. Лично меня шокирует такое самомнение пары. Причем я более чем уверена, что если слова инсайдера правда, то такое вымочить могла только Марклуша. Гарри как-то и по сей день не шибко выступает против семьи. В основном он либо жену поддерживает, либо просто молчит. Удобная позиция, ничего не скажешь. Напомню, что ранее на канале выходи обзор последнего, если его так можно назвать Мэган. И это было худшее, что я видела в своей жизни. Актриса вела себя максимально странно, перескакивая с одной мысли на другую, не договорив предыдущую. И как же без этого? Она снова рассказала о своем печальном и бедном детстве, когда она с 9 лет работала. Странно ведь до этого она говорила, что начала работать в 13. А теперь, дамы и господа, голосуем кто из инсайдеров прав. Ну по вашему мнению. Чья теория более правдивая? Хотя лично мне кажется, что инсайдер один пресс-служба гавриков. Скандальная герцогиня последнее время радует своих фанатов и раздражает своих хейтеров все новыми выходами и откровениями. На днях она дала интервью Элен Дидженерис в одноименном ток-шоу «Ведущий» – шоу «Юмористическое развлекательное». И мы по традиции разберем образ Меган Маркл. А для начала хочу отметить, что я удивилась комментарием под постом Элен Дидженерис, где ведущая анонсировала выход интервью с Меган Маркл. Очень много негатива в адрес ищущей свободы герцогини. Я думала у себя в стране она уж точно найдет поддержку своих соотечественников. Ан нет. Меган припоминают все, а особенно ложь про письмо отцу. Да уж репутацию она себе подпортила изрядно. Еще меня мягко говоря удивило, что она спрашивала совета у Элен, ведущей шоу, по поводу того, что у ее пятимесячной дочери Лилибет начали резаться зубки. Чтобы Элен могла посоветовать молодой маме в этой ситуации. У Элен, понимаете, у ведущей нет детей. Немного странно, не правда ли? Меган такая Меган. Ну а теперь собственно образ. Меган Маркл появилась в достаточно классическом образе. Белая блузка с вышивкой на рукавах колокол, струящегося кроя, черные классические брюки и черные лодочки. Блузку я нашла на сайте Farfetch, только в другом цвете. И вот ее стоимость. Мне блузка понравилась, как и образ герцогини в целом. Несмотря на то, что наряд был в классическом стиле и цветах, смотрелся образ не строго. Но оно и понятно, блузка с вышивкой, рукава колокол, сборка в районе горловины, струящийся силуэт. Все это придавало воздушность и легкость образу в целом. Не было неуместных декольте вырезов и т.д., то самое понятие уместность наряда по случаю. Макияж Меган Маркл. И начну с волос. Укладка в стиле Меган, мы часто могли ее наблюдать с подобными волнами. Ей к лицу очень. Макияж глаз интенсивный, подведены по ресничному краю, тени орехового цвета, тушь для ресниц и, возможно, наклеены пучками ресницы. Брови, в отличие от ее выхода на гала-концерте Салюта Ту Фридом, были выделены менее заметно. Это делало макияж мягче. Тон лица легкий, но румяна довольно интенсивные. Но опять же привычно для герцогини. Помада нюдового оттенка с коричневым подтоном. Несмотря на то, что образ в целом был гармоничным и выдержанным, есть одно но, которое портило общее впечатление. Это излишняя жестикуляция Меган во время интервью, особенно где она говорила о своей старой машине. Порой она мне напоминала комедианта. Вот правда. Чрезмерная суетливость. И радость. Радость от того, что наконец-то можно ходить по шоу, где звезда она. И никакого протокола. Но это так, лирическое отступление автора. Понять простите, что вам понравилось или нет в образе Меган Маркл. Делитесь. Во время своего четырехдневного королевского тура по Ближнему Востоку, принц Чарльз и его супруга Камила, герцогиня Корнуолская, не только встретились с королем Иордании Абдалой II и королевой ранее во дворце Аль-Хусейния. Среди более чем 30 официальных мероприятий, в которых Чарльз и Камила примут участие в ближайшие дни, был и визит на место крещения Иисуса Христа на берег реки Иордан. Как сообщили СМИ, принц Чарльз также привезет из Иордании в Великобританию запас святой воды из реки Иордан. Рустам Фджан, генеральный директор исторического комплекса места крещения, подтвердил, что королевская семья просила набрать для них святой воды. Он сказал изданию Daily Mail, сотрудники посольства попросили несколько десятков бутылок святой воды, и мы предоставили им пять или шесть десятков. Я не спрашивал, для чего предназначается эта вода, но они сами сказали, что она нужна для крещения детей из королевской семьи, которые состоятся в ближайшем будущем. СМИ немедленно решили, что Чарльз запасается святой водой для предстоящих крестин внучки Лилибет, дочери герцогов Сасекских. Хотя в настоящее время в королевской семье есть еще трое правнуков королевы Елизаветы II, которые не приняли обряд крещения. Лукас, сын Зары и Майка Тиндал, Август, сын принцессы Евгении и Джека Бруксбенка и Сиена Элизабет, дочь принцессы Беатрис и Эдаарда Мопеле Моцц. Но поскольку именно Кристина и Лилибет вызывают споры, особенно о том, где же будет крещена девочка, в США или все же в Великобритании, с соблюдением всех королевских традиций. Пресса сочла запас святой воды, сделанный принцем Чарльзом, верным признаком того, что именно о Лилибет заботится добрый дедушка и что Кристины дочери Гарри и Меган состоятся в Великобритании. Между тем Пол Байес, епископ Ливерпуля, сказал изданию Экспресс. Юкей, что несмотря на неопределенность, королева будет радоваться вне зависимости от того, где будет окрещена Лилибет и сможет ли ее величество присутствовать на Кристинах. Когда его спросили, считает ли он, что монарху будет важно присутствовать во время крещения Лилибет, он ответил, для меня как христианина, главным является сам акт крещения. Если что-то пошло не так при родах, и есть опасение, что ребенок не проживет долго, больничный капеллан придет немедленно по первой же просьбе и крестит ребенка, прежде чем он уйдет в мир иной. В этом случае вы же не ждете, пока соберется вся семья, вы крестите дитя так быстро, как только можете. Я думаю, это подчеркивает, что главное в этом. Для большого количества семей, включая и королевскую, иногда невозможно собрать всех родственников на Кристины, особенно когда семья разбросана по всему миру. Я уверен, что где бы ни крестили Лилибет, королева и все члены семьи будут радоваться и надеяться на то, что на ребенка сошло благословение Божье. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала журналистам о позициях членов королевской семьи во время национальной службы в кинотафе. Герцогиня Кембриджская, герцогиня Корнуольская и графиня Уэсекская наблюдали за происходящим с балкона здания Министерства обороны. Для всех фанатов королевских экспертов-журналистов неожиданным оказалась позиция герцогиня Кембриджской, которая с момента своего замужества участвует в этой церемонии. Именно она, а не герцогиня Камила или Софья Уэсекская, заняла центральное место на балконе, ранее закрепленное исключительно за королевой. Хотя многие эксперты считают, что позицию королевы занял двоюродный брат королевы принц Эдвард, герцог Кенский. Рядом с герцогом Кенским стояла его родная сестра, по совместительству двоюродная сестра королевы, принцесса Александра. Джуди Джеймс объяснила, в связи с тем, что королева, к сожалению, отсутствовала с королевского балкона, произошла очень интригующая и, возможно, значительная перестановка королевских жен. Когда Кейт появилась на балконе, она была очень похожа на женщину самого высокого ранга в группе, а не только потому. Что заняла центральное место между Камилой и Софья, когда Камила будет следующей на роль королевы-консорт, можно было предположить, что она займет позицию королевы на балконе. Даже если нет настоящего протокола, невербальное сообщение выглядит довольно выразительно, и стоя вот так в стороне. Создается впечатление, что Кейт в значительной степени заменяет королеву на этом мероприятии. Рост Кейт и язык ее тела придают ей очень естественный вид королевского высокого статуса, а то, как она поворачивается. Чтобы поговорить с Софьей и Камилой по очереди, усиливает впечатление, что она альфа-самка в группе. Камила, похоже, довольно своей ролью. Если бы она хотела занять место посерединке, она могла бы принять более активную позу хозяина. Обращая внимание на двух молодых женщин и использовать сигналы уверенности, а не ожидая, пока Кейт посмотрит вниз, чтобы обменяться парой слов. Несмотря на то, что Кейт часто демонстрирует свою веселую и игривую сторону, в последнее время ей легко удается переключиться на более элегантное. Доминирующее и даже лидерское присутствие в ее языке тела чувствуется твердость и уверенность, естественный авторитет. По мере того, как она спокойно переходит к матриархальной роли, которую всегда занимала королева. Ее поджатые губы здесь свидетельствуют о внутренней твердости. В то время как ее более эмоциональное выражение лица во время Дани выражало очень близкое чувство сопереживания публики, добавила Джуди. Многие поговаривают, что таким образом Кейт заменила королеву. Может, не Камила будет советником королевы, а Кейт.